Севастополь 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 Если раскрыть более широко, чем непосредственно будет заниматься данное предприятие под единственным управлением ГОСТ, то можно сказать, что будет усиленный контроль со стороны управления в отношении вопроса использования непосредственно бетона, конструкции бетона и железобетона, контроля качества металлоконструкции неразрушающей и вихретоковой, контроль качества сварных соединений металлических и строительных конструкций, контроль геометрических параметров и точности монтажа конструкции, грунтов, щебня, испытания свай, а также каменной кладки. На данный момент, как применяются и вообще применяются ли на территории Севастополя разрешительные документы в сфере строительства, выданные еще при Украине? Да, поэтому к вопросу долго проводились дискуссии, совещания рабочие, каким же образом в данной ситуации выходить. Для того, чтобы сохранить права, данные шестым федеральным конституционным законом, в частности статьей 12 о том, что данные документы, полученные ранее, действуют и после 18 марта 2014 года, было правительством Севастополя 15.02.2016 издано постановление номер 72 о статусе разрешительных документов в сфере строительства, выданных официальным органами Украины и их применением на территории города федерального значения, вступившие в силу 25.03.2016. Данное постановление было направлено на урегулирование вопросов правомерности применения разрешительных процедур. Оно было отменено соответствующим постановлением. Параллельно с этим принятым постановлением 72 было принято новых два постановления. 223-е постановление правительства Севастополя и 224-е постановление правительства Севастополя. 223-е – это признание постановления правительства Севастополя от 15.02.2016 до 72-го о статусе разрешительных документов в сфере строительства, выданных официальным органами Украины и их применением на территории города федерального значения Севастополя, утратившим силу. Данное постановление вступило в силу со днями официального опубликования. Это дата 25.03.2016 года. И одновременно же 25.03.2016 года правительством Севастополя издано постановление номер 224 о некоторых вопросах применения на территории города Севастополя разрешительных документов в сфере градостроительства, выданных официальными органами Украинами. Постановление вступает в силу по течение 10 дней со дня его публикования. Дата это 04.04.2016 года. Если вкратце говоря об этом постановлении, застройщиками полученные документы, дающие право по строительным монтажными работами органами исполнительной власти Украины, необходимо до 1 июня 2016 года в случае поднадзорности поставить под надзор свой объект капитального строительства в управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя. А помимо того, что уже было вами упомянуто, каковы еще планы на этот год или на ближайшее время у Севастополя надзора? Планируется непосредственно усилить работу в управлении по трем направлениям. Это пожарный надзор, так как он проводится параллельно вместе с осуществлением государственного строительного надзора. В рамках осуществления государственного строительного надзора санитарно-пиломедицкого надзора и санитарный. То есть в управлении будут привлекаться специалисты по трем этим направлениям дополнительно и будет усилена работа непосредственно по этим направлениям. Ну и соответственно 2016 год при создании данного подъездного предприятия, которое будет заниматься непосредственно экспертизами и лабораториями, будет усилен контроль за качеством используемых строительных материалов на объектах капитального строительства на территории города Севастополя. А проверки, которые проводит управление, они внеплановые, правильно сейчас, до 2018 года, как у всех или нет? Нет. У нас немножко особенная ситуация в данном случае. Почему? Потому что региональный государственный строительный надзор отдельно оговорен 294-м федеральным законом, это о защите прав юридических лиц и предпринимателей, где исполнительным органам дано право составлять свои программы проведения проверок после подачи застройщикам извещения о начале выполнения строительно-монтажных работ. То есть при подаче извещения, наше управление непосредственно подготавливает программу проведения проверки и проводится без каких-либо согласований с высшестоящими органами. Ранее это был Минэкономразвитие, до этого прокуратура города Севастополя. То есть не нарушая законодательство, Управление государственного строительного надзора программно, планомерно проводят проверки на объектах капитального строительства, те, которые подали извещение. Те же объекты капитального строительства, которые не подали извещение в наше управление, проводятся вне плановой проверки. Тут, конечно, ситуация потяжелее, так как каждую внепланную проверку до 5 апреля 2016 года согласовывались с Министерством экономического развития. На это уходили довольно большие промежутки времени. С 5 апреля 2016 года, это вот новое, совершенно было внесено указом президента Российской Федерации изменения в федеральный закон об особенностях усиления экономической деятельности в Крымском федеральном округе, в том числе в городе Севастополе, все внеплановые проверки юридических лиц и недельных предпринимателей согласовывает прокуратура города Севастополя. То есть работать стало легче? Легче и временных интервалов для согласования данных проверок у нас значительно сократилось. Юрий Владимирович, спасибо большое, что пришли за полезную, я думаю, информацию застройщикам. Надеюсь, что полезная. Напомню, об актуальных вопросах сферы строительства в нашем городе говорили с начальником Севгостроенадзора Юрием Прихожановым. Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok